Приветствую вас. Мне бы для начала хотелось бы спросить у вас. Вы кто этой девушке, проблему которой вы озвучиваете? Подруга, родственник, а может быть просто знакомая. Кстати, психология довольно негативно относится к такому глухому телефону, то есть через третьи лица, когда люди пытаются решить свои проблемы. Если девушка оказалась в такой вот ситуации, как вот вы описываете, то ей явно нужна помощь, потому что, во-первых, знакомство как бы заочное. Где знакомство как бы заочное, да, то есть зачем ей нужно было знакомиться с Карлем вот так, если он не особо хочет этого, да. Вот, а дальше он, значит, она предложила познакомиться поближе в соцсети. Тоже не очень понятно, почему она предложила познакомиться. Почему она предложила пообщаться поближе в соцсети. Почему она предложила не парень, а она, что ей двигало. Вообще, мужчины, они не очень любят, когда женщина сама берет, как бы, управление в свои руки, да, то есть сама приглашает, сама предлагает что-то, вот. Потом сама, как я понял, она написала ему в соцсети зачем-то, вот. Ну и, соответственно, парень считал, что слишком навязчив это происходит, и решил занести девочку в черный список, потому что ему стало, ну, неприятно, наверное. Ему стало некомфортно. Вот, в любом случае, правильно вам сказал коллега, что девочке нужно немножко сейчас притормозить, подумать, что она вообще хочет сама, что ей нужно самой, что ей нужно самой от этой вот ситуации, все, вот. Лично она так настойчиво пытается добиться расположения этого парня. то есть, даже если он ей понравился, даже если он ей понравился, то это все равно не повод для того, чтобы вот так вот настойчиво пытаться пытаться как бы наладить, наладить диалог, вот. Значит, девушка что-то движет, девушка чего-то хочет, девушке что-то нужно, что-то необходимо, и, вот, нужно, собственно говоря, этот момент обязательно понять, потому что без него, без этого момента, девушка всегда будет оказываться вот в таких не очень приятных для себя моментах, вот. И, соответственно, нужно проанализировать, чего она все-таки сама для себя желает. вот. Это нужно, вот, как-то определить, ну, вам, вам с ней может быть уход. Это то, что можно сказать вам. Значит, во-вторых, необходимо, чтобы, чтобы вы перестали сами за девушку решать проблемы ее. Вот. То есть, если у нее есть трудности, пусть она сама как-то постарается, да, обратиться к психологу сама. Вот. и уже старается что-то сделать. А так это, знаете, глупой телефон. Вот. Значит, если мужчина не хочет налаживать какой-то диалог, да, мужчина не хочет общения, то бесполезно его, значит, как-то к этому принуждать, ждать, потому что мужчина не хочет, он не будет этого делать, да, он не будет идти на контакт, если у него нет желания. Вот. А девочке, ну, нужно постараться немножко поучиться модели женского поведения такой более, ну, более такой мягкой, более выдержанной, вот, более естественной, наверное, для, ну, для женщины. И все-таки, значит, стараться с такими мужчинами связь поддерживать, которые ну, например, которые могли бы, могли бы иметь нечто общее, да, то есть, например, вот, ну, какие-то совместные виды деятельности, какая-то, сфера такой совместной деятельности, да, что-то вот в этом роде. Вот так, я думаю, можно ответить на вопрос на ваш обязательно постарайтесь, чтобы девушка сама обратилась к психологу, ну, вот, если у нее будут трудности, если вы не сможете ей помочь, а вы, скорее всего, не сможете ей помочь, потому что, ну, тут нужно разбираться непосредственно с человеком, да, вот, и взаимодействовать именно с человеком нужно. Вот. Значит, дайте ей послушать мой ответ, и попробуйте сказать ей, что ошибаются все, это нормально, ну, ну, нужно понять, откуда такое же желание иметь общение с тем, кто не хочет этого общения, насколько девушка в этот момент думает о самом человеке, да, она, ну, вот, потому что, если она хочет наладить общение с тем, кто этого не хочет, она это делает для себя, не для него. Ну, а когда человек видит, когда человек чувствует, что деятельность, действие другого направлено не на него, а на того, кто эти действия совершает, то, соответственно, возникает защитная реакция, вот, ну, которая, собственно, и приводит к такому вот поведению мужчины, вот, в принципе, ничего страшного, еще раз повторяю, нет, в этом, но, тем не менее, тем не менее, поэтому все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!